МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую! Это проект «Новость дня» на Первом городском телеканале. В нашей программе мы обсуждаем самое главное событие, которое случилось сегодня или на днях. Выносим на обсуждение это в нашу студию. Рассказываем, общаемся, отдаем свои комментарии не только здесь, но и приобщаем к этому дорогих телезрителей, которые смотрят нас. 067-827-0050 – это для того, чтобы присоединиться к нашей беседе. Тема нашей сегодняшней беседы – это дизельный троллейбус к Риумроге. Говорим на эту тему с нашими гостями. Во-первых, заместитель городского головы Александр Котриченко. Здравствуйте! Елена Трунова – автор сюжета и корреспондентка нашего телеканала. Здравствуйте, Елена! Елена является молодым корреспондентом нашего телеканала, но, тем не менее, уже успела снять ряд сюжетов, среди которых и сюжет относительно поездки туда и обратно в Житомир нашего криворожского троллейбуса дизельного. И Александр Акуленко – корреспондент первого городского. Саша, здравствуйте! Здравствуйте, Александр! Помимо того, что является корреспондентом нашего телеканала, еще так по зову сердца является большим любителем криворожского общественного транспорта. Всем сердцем переживает за него. Вот будем обсуждать все вместе ту самую историю. 067-827-0050 – наш студийный номер телефона, стоимость звонков согласно тарифу вашего оператора. Звоните, присоединяйтесь к нашей беседе. Но, наверное, для того, чтобы телезрителю, по большей части, было понятно, о чем мы будем говорить. Начнем мы с сюжета, который Елена готовила специально для нас и для наших телезрителей. Давайте посмотрим, а потом обсудим. Смотрим! Больше тысячи километров, три месяца и три дни у дороги. И ось тролейбус повертається до рідного депо. У далеку мандрівку відправились два водія і головний инженер комунального підприємства. Вони кажуть, за весь час поїздки рогати жодного разу не сломався. У каждому місці, де побував тролейбус, люди робили фото з ним. На этом маршрутке работа, на 24-м, червоная и восточный третий, подготавливались к путешествию, подготувалися все, взяли несколько там запчастей и поехали на путешествие. Коли тролейбус виїхав з Кропивницького, трапилась весела історія. Поліцейські зупинили транспорт і запитали у водія, де номерні знаки. Коли дізналися, що це рогатий, який може їздити без допомоги електромереж, дуже здивувались. І навіть зробили з ним селфі на пам'ять. Колеги з Житомира теж удивлені були. Перший питання, коли ми приїхали, будь-який, хто не підходив, перший питання, а чим вас притягнули? Ми говоримо, якщо б нас притягнули, то в цьому пробігі б не було. У такий довгий маршрут електротранспорт в Україні відправився вперше. За що рогати, який зібрали власноруч співробітники підприємства «Міський тролейбус», потрапив до Книги рекордів України. У нас в книге це не перше достиження, яке зв'язане з містом Кривой Рог. Я сподіваюся, не останнє, тому всім вам, звісно, хотів би пожелати нових, вдаючихся достижень. Наразі по Криворізьким дорогам їздить чотири таких дизельних рогатих. П'ятий проходить обкатку. Нагадаю, на маршрут гібридний тролейбус вийшов у липні 2016-го. Відтоді мешканці мікрорайонів «Східний» можуть приблизно за півгодини дістатися 95-го кварталу. І це при вартості проїзду всього в 2,5 гривні. Старт запуску постійно переносили через поломки рогатого, а обкатка відбувалась під покровом ночі. Загалом технічні випробування тривали півтора місяці. На трансформацію одного тролейбуса творці витратили більше двох мільйонів гривень та півроку. Олена Трунова, Олег Нікітін, Перший міський. Ну вот, посмотріли сюжет. Лен, що говорили ще люди, з котрими ти спілкувалася в часі підготовки сюжета? Люди, які їздили? Вони говорили, що в різних містах, в сілах їх раді були бачити, всі махали, сигналили, фотографувалися. Були удивлені чудо тролейбусом. Мене інтересно, в некоторых містах, в сторону, куди він їздив, дороги нет? Удалося ли їм преодоліти ці ямы на трассах? Да, жаловались водителі, що з дорогами були проблеми. Із-за цього вони медленні добиралися до нужній точці. Олександр Котриченко, заміститель міського голови. Вопрос к вам. Вот такий транспорт в наше время, нужен он? Ізачем Кривий Рок займається производством таких тролейбусів? Він нам не нужен, він нужен жителям. Ну це, во-первых. Во-вторых, ми маємо определенну особливість. Город длинний і город узкий. Время застройки нашого міста, будемо так говорити, є особливість больших коммуникацій, по которым достаточно складно либо построити, либо провести контактну сеть. Якщо говорити о Восточному, 1, 2 і 3, то ці мікрорайоні давним-давно просили городський транспорт. Понятне дело, що з 1-го восточного на скоростному трамваї просто не уехати. Со 2-го восточного тоже достаточно сложно, тому що станція на Солнечному такі достаточно далеко. Тому ідея була абсолютно не нова. Вона прорабатывалась давним-давно. І прорабатывалась з точки зрения строительства контактной сети і все-таки прокладки туда троллейбусу, як ізначально планировалось, ще при застройці 1, 2, 3 мікрорайоні Солнечному. Коли вийшли на ориентировочні проєктні цифри, визник вопрос, скільки це буде стоити. На той момент, коли це проєктирувалось, це було ще 4 роки назад, передпроєктні проработки, це стоило порядка 100 млн гривень на сьогоднішній день. Але була определенна технічна сложність, на котре, к сожалению, достатньо дорога технічна сложність. Це наличие високовольтних сетях. Под високовольтними сетями, согласно техніческого регламента, пролажувати какую-либо кабельно-повідникову продукцію відкритим спосібом, її просто запрещено. Ми зараз говоримо о сетях високовольтних, які йдуть параллельно об'їздной. Параллельно об'їздной, але под которими троллейбус проходит, коли сворачивається об'їздной дороги, заходя на 1-й восточний. В цій ситуацій возник вопрос, связаний з производством троллейбуса на автономному ходу. Тогда не було розговора, связано, какой буде привод, либо електропривод на аккумуляторах, либо возникал вопрос дизель-генераторного. Но, тем не менее, мы этот вопрос рассматривали с точки зрения экономики, с точки зрения денег. Потому что для любого бюджета, даже 4 года назад, и в ценах 4 года назад, это достаточно большая система. Один троллейбус такой стоит 2 млн гривен, как сказала Елена в сюжете. По большей части троллейбусами пользуются люди, пенсионеры, льготчики. Правильно? Вот вы как ездите в троллейбусах, замечаете там бизнесменов, людей в дорогих костюмах и тому подобного? Нет. Я так понимаю, что побольше для студентов, для людей, которые имеют возможность проехать днем бесплатно. Я так понимаю, Александр, что получается, что такой транспорт в любом случае будет дотационным. И в постройке, и в реализации, и в ходу, во всех смыслах этого условия. Вопрос заключается не только в строительстве, вопрос в том, что мы сегодняшний день придумали, можно так сказать, такой вариант троллейбуса. Но я хочу сказать, несмотря на упреки и подколы с разных сторон, разных корреспондентов, разных наших жителей, я хочу сказать одно. Это работа, надо понимать. Ну, наверное. Наверное, без них совершенства и нет. Но вопрос заключается в том, что нужно понимать, что городской транспорт, он создается в городе, муниципальном, для того, чтобы обеспечивать социальные перевозки. Ни в одной стране мира нет коммунального транспорта или муниципального транспорта, который не датируется с местного бюджета. Если говорить, например, о Минске, где мы были, изучали этот вопрос, уровень дотации составлял 60% от общего объема. То есть на 60% датируется с местного бюджета. Если говорить о Варшаве или Ольштен или других городах польских, он датируется от 55% до 65%. Он датируется по одной простой причине, потому что, правильно абсолютно вы говорите, есть категория, и ее достаточно большое количество, которые имеют право на льготный проезд и ездить бесплатно. Одну секундочку. Я напомню нашим телезрителям о том, что у нас существует телефон прямой линии 067-827-0050. Вы можете позвонить к нам. Стоимость звонков согласно тарифу вашего оператора. Можно сказать, что это обычный телефонный, мобильный номер, задать вопрос, либо как-то прокомментировать действия, те, что происходят в городе относительно... Я еще раз хочу напомнить, что тема нашей сегодняшней беседы сугубо дизельный троллейбус. Ни отопление, ни пожары, ни полиция, ни все остальное. Поэтому комментарии, вопросы должны быть конкретно этой темы. Может быть, хотите похвалить, может быть, хотите пожурить. Мы обо всем этом будем разбираться. Относительно того, что можно еще купить за 2 миллиона гривен. Что вы можете прокомментировать? Автобусы, другой вид транспорта, который, к примеру, можно закупить уже готовым, а не делать и не тратить на это время в Кремрогу. Вопрос заключается в продлении маршрута и экономики этого всего. Если говорить о ценах на сегодняшний день, минимальная стоимость нормального троллейбуса, нормального автобуса, ориентировочно на 100 мест, он составляет порядка 3,5 миллиона гривен. Это базовая цена, плюс то, что будет хотеть заказчик. Почти как 2 постройки такого троллейбуса. Следующий момент. Троллейбусы. На сегодняшний день цена обычного троллейбуса составляет на разных моментах, на разных рынках порядка 200 тысяч евро. Но мы считаем, что это порядка 5,5-6, а то и в некоторых случаях 7 миллионов гривен за один троллейбус. То есть, людям, которые едут на дорогом внедорожнике, нужно помнить о том, что люди, которые едут на троллейбусе, едут в гораздо дорогом виде транспорта, чем они. Александр Акуленко, наш корреспондент, эксперт в общественном транспорте Кривого Рога. Я хочу спросить о троллейбусе дизельном. Честно, Саша, ты наблюдал, ты знаешь, мониторишь эту тему. Главные плюсы и минусы этого вида транспорта. И конкретно этого троллейбуса. Честно говоря, первый раз, когда услышал о идее гибридного троллейбуса на дизельном генераторе, у меня был какой-то пессимизм или скептизм, потому что как-то не представлялось, как это можно сделать, а как оформить. Вот даже когда первый троллейбус, его идеи, скажем так, оборудовали, были сложности по поводу веса этого генератора. Троллейбус, скажем так, он кренился. В общем, надо было учесть все детали и, скажем так, пройти не один этап наладки. И когда уже первый троллейбус поехал на Восточный, это было, кажется, 15 июля в прошлом году, вот тогда я увидел, действительно, что это, в принципе, хорошая затея, потому что на данный момент, ну, реально финансово мы не потянем город в прокладку именно полноценной троллейбусной линии на микрорайон Восточный 1-2-3. Но такой вид транспорта, он достаточно экономный, достаточно... То есть, по твоему мнению, это золотая середина производства таких троллейбусов? Или все-таки можно как-то чем-то добавить? Я о чем говорю, о слове добавить. У нас сейчас их есть 4 таких троллейбуса. Пятый у нас на обкатке в троллейбусном депо. И еще планируется 5 в какие сроки? Еще 4. Еще 4. До конца этого года. До конца года. Куда будут ездить эти троллейбусы? Какие из районов нашего города больше всего нуждаются в таком транспорте? Наверное, Александр Катриченко сначала, уже такая официальная точка зрения, а потом мечты Александра Кулинка о том, куда хотелось бы, чтобы он ездил? Есть несколько вариантов, которые мы сегодня изучаем с точки зрения наличия пассажиропотока. Потому что мы прекрасно понимаем, что и на сегодняшний день структура пассажира, как трамвая, так и троллейбуса, это 60-65% это льготная категория. Но все-таки 30-35% это платная категория, и мы не можем его содержать на сегодняшний день полностью 100% с местного бюджета должен зарабатывать какие-то деньги. Поэтому исключительно с точки зрения пассажиропотока, кстати, 24 маршрут достаточно серьезно оправдался, с точки зрения платного пассажира. Это на восточный? Да, это на восточный. С точки зрения платного пассажира. Сегодня рассматриваем несколько вариантов, которые мы будем сегодня даже просчитываем. Первый вариант это восточный, третий, в сторону через площадь Артема, 200 лет Кривого Рога до спорткомплекса 44-го, с точки зрения того, что с восточных микрорайонов Артема добраться общественным транспортом в эту позицию, тем более мимо Ашана, мимо Метра. Ну и второй маршрут, это, конечно же, площадь освобождения Смычка и далее. Поэтому будем, изучаем достаточно плотно, у нас запас времени еще немножечко, пару месяцев есть, для того, чтобы как раз под выход этих троллейбусов четко определиться. Конечно же, в эту ситуацию вовлечены и наши научные сотрудники, с того же самого транспортного факультета Национального университета, поэтому все будет решаться исключительно с точки зрения пассажира, его загруженности, плотности. Конечно же, достаточно интересный вариант, это Макулан, но если говорить сегодня... Это то, о чем Александр Акуренко мечтает, чтобы троллейбус ходил на Макулан. Да, в этой ситуации это хорошая история, хорошая идея, но с точки зрения пассажира и с точки зрения пробега, по контактной сети троллейбус или гибридный наш троллейбус будет идти всего 30% пути. 70% пути он будет идти бесконтактный. Вопрос. Этот троллейбус создавался для довоза пассажиров по тем местам, где нет возможности. В момент, как он создавался, с какими самыми главными проблемами вы столкнулись? Я вам скажу, что проблем в принципе не было. Практически не было по одной простой причине. Потому что использовано, как бы это ни масштабно звучало, была использована технология тепловоза. То есть та же самая система абсолютно стояла. Там импортный двигатель стоит, генератор. Мы изучили этот вопрос работы и в Беларуси, и в других странах. Посмотрели и на сегодняшний день с точки зрения горизонта, с точки зрения качества аккумуляторных батарей, еще многих технических факторов. Это на сегодняшний день самый реальный и постоянный механизм привода. Что касается сложностей, собрали эту схему буквально за 3-4 месяца. Самая большая сложность была, это то, о чем говорили как раз и корреспонденты, о том, что он не ломался. Была самая сложная процедура выписать программное обеспечение, которое будет управлять этим всем. Ведь нужно понимать, что несмотря на то, что в этом троллейбусе стоит дизель, стоит генератор, это не автобус, это троллейбус. Потому что генератор вырабатывает электроэнергию и подает в ту же бортовую сеть. И там те же самые электротормоз и все остальные системы управления. Поэтому было достаточно сложно, это заняло буквально порядка 2-3 месяцев, выписать электронную систему управления. А сам корпус-шасси, это старый троллейбус? Нет, абсолютно нет. Полностью новый кузов. Это полная реконструкция с заменой кузова несущих способностей. Потому что прежде чем делать этот проект, забегу немножечко ранее, под реконструкцией данного типа троллейбуса, для того, чтобы он вынес все-таки и пассажиров, и установочку самую. Был заказан, если я не ошибаюсь, в Харькове был заказан проект реконструкции данного. И проектанты высчитали, и несущую, и где усилить раму, и где нужно сделать. Поэтому это было проектирование заранее. А программное обеспечение мы отработали на первом троллейбусе. Конечно же, не обошлось без технических сложностей, связанных с тем, что из порядка 15 датчиков, 10 датчиков в первую ночь вышло со строя. 9 троллейбусов в скором будущем, до конца года. Это максимум? Будете делать еще? У меня один вопрос. Сколько нужно таких троллейбусов так реально, вот здраво, в Кривом Роге? И можете ли вы такими троллейбусами торговать по Украине, а может быть даже за ее пределами? Значит, на сегодняшний день мы количеством этим 9 единиц, мы фактически процентов на 80, на 90 закроем потребность города Кривого. Ведь он разрабатывался не как основное средство, а как средство довозки пассажира от основной линии. И ни в коем случае, как полностью на автономном. Смысл создавать автономный троллейбус, если можно купить автобус. Абсолютно. Поэтому, но у нас есть другая вещь, то, о чем сказал сегодня городской голова Юрий Григорьевич. У нас уже есть на сегодняшний день проект, который прошел все необходимые согласования, строительство абсолютно нового, на новом шасси, на нового кузова, абсолютно современного. И я так можно сказать, забегу немножко наперед, абсолютно крутого Криворожского троллейбуса. Почему крутого? Потому что... Радуется Александр, вы посмотрите. Эксперт по транспорту. Потому что то, что нам приводят пример сегодня во Львове и в других городах, ну, не будем забегать наперед, я думаю, что мы потом немножечко... Что в нем такого крутого? Во-первых, система управления, абсолютно новое шасси. Без водителя? Это со временем. Это со временем. Новое шасси, новый кузов, новые сидушки, полностью 100% низкополый. То есть есть определенные технические моменты. Кто-то в Украине делает что-то подобное? Делают, делают, но это, будем так говорить, каждый город изобретает сам. Александр Акуленко, как вы считаете, Саш, самые главные проблемы общественного транспорта в Кривом Роге? Вот прямо сейчас, чтобы Александр Катриченко услышал, может как-то, можно их исправить или нельзя? Вот вы как пользователь, так сказать, даже не как эксперт. Ну, смотрите, у нас... Каждому транспорту скоростной трамвай, вот вы считаете, основная проблема? Скоростной трамвай, главная проблема, изношенность рельс. И, скажем так, ну, вагоны потихоньку устаревают. Они уже, в принципе, отработали большинство 30 лет. Работает, надо идти, скоростной трамвай, вкратце так, Александр. Ну, конечно. Троллейбус? Троллейбус нехватка подвижного состава, острая. Понимаете, у нас город, ну, вы сами знаете, 90 километров протяженность, если не больше. У нас одна из самых больших троллейбусных сетей в Украине, если не ошибаюсь, вторая после Киева по протяженности. Вот, но Киев это столица, и там больше 4 миллионов населения. У нас 650 тысяч. Вот, и у нас на такое количество населения и на количество 25 маршрутов, если не ошибаюсь, или 26, у нас всего лишь ходовых, ну, порядка 60-65 машин. Вот, ну, если посчитать по арифметике, это где-то выходит 2,5 машины, давайте я закончу, 2,5 единицы на маршрут, то есть интервалы большие, и когда пассажир, ну, хочет поехать на троллейбусе, но троллейбуса просто нет. И даже летом человек просто выберет маршрутку, хотя троллейбус, как по мне, он просторнее, он более комфортнее и более даже приятнее. Окей, трамвай. Городской трамвай, примерная ситуация, как и со скоростным трамваем, это обновление подвижного состава. Честно говоря, мне, как вот, скажем так, любителю электротранспорта, гораздо больше нравятся ремонты, которые проводят именно на предприятии городской, именно на предприятии скоростной трамвай, нежели на предприятии городской троллейбус. Почему? Ну, потому что, я не знаю, ну, качество отличается. Вот такие замечания, Александр. Главная тема, 30 секунд улучшения городского транспорта будут, кроме дизельного троллейбуса? Ну, конечно же, будут. На сегодняшний день городской троллейбус проводит процедуру закупки на 10 новых единиц автобусов большого вместимости. Итого мы планируем идти до количества 16 в целом. Это даст возможность заменить более сотни маршрутов. Это те, которые с площади на Севгопт будут ходить? Нет. Их как минимум три маршрута, которые будут полностью пересекать исключительно Красную Лунию. Я думаю, что в ближайшем будущем, уже с Нового года, масса маршруток центральных улиц, она просто уйдет на подвоз к центральным улицам. Это первый момент. Второй момент. Мы сегодня работаем с банком ЕБРР для того, чтобы закончить процедуру закупки. И в городе появилось еще к тем 60-65 единицам, которые ежедневно выходят на маршрут, еще плюс 50. То есть фактически удвоить. Ведь наша задача фактически и сохранить то, что сегодня есть, и докупить новое. И того, чтобы было не заменить 60 на 50, а чтобы это было более сотни троллейбусов, которые закрывали все маршруты. Одно плохо в нашем интервью, времени у нас мало. Мы вычерпали все, уже зашли за рамки. Это проект «Новость дня». Говорили сегодня о путешествии дизельного троллейбуса в город Житомир, для того, чтобы зарегистрировать это все в книге рекордов Гиннесса. Александр Котриченко, заместитель городского главы с официальной версией. Елена Трунова, автор сюжета, который мы смотрели в старте нашей программы. И Александра Куленко, наш корреспондент, и по совместительству молодой, энергичный эксперт по коммунальному транспорту Кривого Рога. На этом ставим точку. Большое спасибо, что были с нами. Оставайтесь на нашем телеканале. Здесь увидимся. До свидания.